МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Несколько коек стационара на полторы тысячи жителей. Охота пролечивается, прокапываться охота. Охота жить и ради внуков жить охота. Как в Михайловском районе делают медицину доступнее? Титов арену открыли. Как была обновленная арена? Первые впечатления от первого матча. Новое прочтение о Шукшина. Питерский актер представил Барнаулу свое видение творчества Василия Макаровича. В Славгороде задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины и двух маленьких детей. По версии следствия, это мог сделать брат ее сожителя. По данным правоохранителя, еще 22 августа женщина вместе с двумя детьми решила уехать из Алтайского края и попросила мужчину довезти их до вокзала. В машине произошла перепалка, а после семья пропала. Их объявили в розыск. Накануне правоохранители нашли тела убитых в яме, залитой бетоном. Улики привели к брату сожителя женщины. Он во всем признался. К другим темам. Шесть лет ожидания и для жителей нескольких сел вновь открывают дневной стационар. В Михайловский район приехал молодой терапевт, который и возглавит учреждение. Правда, люди уже беспокоятся, что пять обещанных коек почти на полторы тысячи человек слишком мало. Валентина Скерова продолжит. Когда же откроют дневной стационар? Девчата говорят, охота пролечиваться, прокапываться охота. Охота жить. А жить охота всем этим людям. Сегодня десятки человек в ожидании терапевта, которого ждали долгие годы. Пока врач задерживается, люди рассказывают. С приходом молодого специалиста у них появилась надежда на дневной стационар. Здесь раньше лежали, тоже был дневной стационар. Было очень удобно. Семь километров мы раз и приехали. А сейчас этого нет. И врачи есть, и отапливается в больнице. Этого нет. Бывший терапевт ушел на пенсию шесть лет назад. С ее уходом закрылся и дневной стационар. От него осталась лишь лечебная амбулатория. Одна на три села. Помощь оказывается здесь в полной мере, кроме стационаров. А здесь полностью терапевт, лаборатория, акушерский кабинет, детский фельдшер у нас сидит, процедурный кабинет, перевязочный кабинет, прививочный. Ходим сюда, полят нас здесь. Но если уже капельницы, то посылают в районную больницу. А за капельницами жители трех сел Назаровки, Полуямок и Щегуля вынуждены ездить в Михайловскую ЦРВ. Так, путь, к примеру, от Назаровки до Михайловского 25 километров. От дальнего Щегуля все 40. В Полуямской больнице бы, конечно, нам было хорошо. Потому что, как говорится, или в Михайловку нам ехать. У нас еще с транспортом очень большая проблема. Нам ни уехать, ни приехать. Одну газель дают на три деревни. Две деревни сели, Назаровка уже остается. Или на попутку иди, или кого-то нанимать. А нанимать надо 500 рублей отдать. Проблемы исчезнут, когда заработает Полуямский стационар. Правда, как нам рассказал главврач Михайловской ЦРВ Александр Бок, открывать медучреждения будут не раньше следующего года, когда новый терапевт, который сегодня задерживается, набьет руку. Мы не преследуем цель. Вот он человек, мы его сейчас кинем в это пекло. То есть мы его немножко настроим. Врач вводится в курс дела сейчас. То есть она проходит практику, можно сказать, на рабочем месте Михайловской ЦРВ. В том числе, чтобы понимать взаимодействие между поликлиникой и стационаром, каких пациентов мы отбираем на госпитализацию, каких пациентов привозит скорая помощь, какие пациенты направляются в край и ведутся амбулаторно на месте. А по поводу опоздания врача, главный врач Михайловской ЦРВ пояснил следующее. Мы сейчас это все проработаем. Это сегодня день такой был просто у нас. В том плане, что рапорт был и немножко, да, недоработала она. Расписание мы составим. Обычно ежедневно она ведет прием и приезжает вовремя. Ну, сегодня. Кстати, Александр Бок также добавил, что в будущем в дневном стационаре разместят не пять коек, в чем уверены местные жители, а цитируем, столько, сколько нужно. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Два спортивных события в одном. Торжественное открытие главной ледовой площадки города Титов-Арены и домашняя игра команды «Динамо Алтай». Игра одна из многих, а вот открытие любители хоккея ждали с нетерпением. Ведь это уже вторая попытка. Первая сорвалась еще в прошлый четверг. Удалось ли обыграть нашим хоккеистам соперников, а строителям время, знает Андрей Дреер. Разошлась группа поддержки клуба «Динамо Алтай». Но им можно. Наконец-то дома Титов-Арена открылась. Столпотворение на входе. Собственно, что творится в фойе за моей спиной, вы тоже видите. Ну, а арена к такому наплыву гостей готова. Если какие-то недочеты после ремонта остались, то в глаз они не бросаются. Как вам обновленная арена? Ну, на самом деле, созданная здесь инфраструктура максимально напоминает стадионы, на которых приходят матчи континентальной хоккейной лиги. Фанаты в восторге. На арене аншлаг, как и обещали организаторы. Световое шоу в честь открытия. И вот команды на льду. «Динамо Алтай» против юниора из Кургана. В первом периоде хозяева шли вперед и открыли счет, когда до конца отрезка оставались секунды. Во втором периоде получили в ворота ответную шайбу от Курганцев. Плотность игры ушла, а заменой ей были ошибки. Спортсменов можно понять, какая ответственность. Наконец, полные трибуны и открытие домашней арены. Кстати, с последней не все гладко. Так вышло, что рядом с нами за игрой следил инспектор матча. Давать интервью отказался, но за кадром рассказал. Недочетов у дворца множество. За ночь до встречи устранили порядка 50. А арбитры подадут 8 замечаний только по организации игры. По словам инспектора, с таким за все время работы сталкивается впервые. Алтай умеет удивлять. Третий период команды закончили в ничью 3-3. А вот уже в овертайме ворота взял Игорь Карпов. Победа Динамо Алтай 4-3. Это тренер о субботней победе. Овертайме 2-1. Итого три игры с юниором за 4 дня. У Динамо Алтай одна победа и два поражения. Все же темп, как и у работников стадиона, немыслимый. Видимо, и тем, и другим нужно немного дополнительного времени. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Осужденный из Бийска прервал голодовку после проверки алтайского УФСИН. На днях стало известно о протесте Дмитрия Дегтярева, который находится в исправительном центре при колонии-поселении. Он отказался от еды на 7 дней. При этом протест мужчина готова поддержать и другие заключенные. Подробности знает Ирина Корчагина. 7 дней голодовки. Заключенный Дмитрий Дегтярев отказался от приема пищи из-за того, что его поместили в изолятор. По мнению мужчины, незаконно. 20 сентября текущего года осужденный Дегтярев заявил об отказе от приема пищи. Осужденный ежедневно осматривается медицинским работником. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Мужчина рассказывает, его отправили трудоустроиться на грузовую автомойку. Там стало известно, что рабочая сила не требуется. Но начальник колонии уверен, что Дегтярев просто отказался от работы, из-за чего мужчину и поместили в изолятор. По словам Дегтярева, ему обещали насильно класть в рот еду, поступали угрозы, в том числе и сексуального характера. Приведя на автомойку, у нас состоялся диалог с администратором. Мы объяснили, что нас отправили с управительного центра на трудоустройство. На что она ответила, мы уже набрали народ с КП-2, не просили рабочих из центра. От работы я не отказывался. Даже не было мыслей таких. Поддержать протест своего приятеля готовы чуть ли не все заключенные в поселении. Они жалуются на нечеловеческие условия проживания. Например, в общежитии почти никогда нет воды, даже не смывается унитаз. Прачечная у ФИЦ на первом этаже, женская. Вот вода здесь вообще закрыта. Здесь есть кран, который должен быть открыт. И если его открываешь, вода вот так вот бежит. Все, вот они краны. Вот она, струечка. То есть, то нету. Еще просят у нас, чтобы у нас был опрятный внешний вид. Приезжал сегодня прокурор и ничего не предпринял. Походила здесь, посмотрела и ничего никаких не предпринял. Ничего нету, никто ничего не предпринял. Многие заключенные уверены, что люди на принудительных работах должны готовиться к обычной жизни в обществе, социализироваться. Но подобные условия труда и жизни могут только стимулировать заключенных на новые преступления. Ирина Корчегина, День с толком. Разочаровался в людях 8 лет. В начале сентября мы случайно познакомились со второклассником Демидом Ивановым. Тогда он признался, что его любимый предмет окружающий мир и пожаловался, что люди все время мусорят. Проблему загрязнения мальчик пытается решать самостоятельно. Можно ли убрать весь мусор на земле? Невозможно. Вообще невозможно? Почему? Потому что люди все засоряют и засоряют. С заявлением Демида Иванова поспорить, в общем-то, сложно. За 10 минут в лесу, неподалеку от лыжной базы «Динамо», мы собрали два полных пакета мусора. Как нужно объяснить всем, чтобы они поняли, что… Я не знаю, ему объясняют, что это бесполезно. Бесполезно? Ты отчаялся? Ага. Демиду 8 лет. Он учится во втором классе школы номер 55. Занимается каратэ и геологией. Но больше всего времени тратит на уборку мусора. Так, Демид, скажи мне, почему ты собираешь мусор? Ну, чтобы не мешать природе развиваться, там, ну, много что. Много фактов есть. О! Сволка! Что? Сволка! Помогать природе Демид начал, когда ему было 6 лет, после занятия в детском саду. С тех пор не выходит на улицу без пакета. Чаще всего наводит чистоту возле дома. Тому же пытается научить друзей. Пока безуспешно. А мама Демида, Марина Иванова, говорит, что ее сын убирает мусор, потому что любит, когда вокруг красиво. На природу любим выезжать. И приезжаешь, куда бы ни приехал, там, на берег Аби или сюда, даже вот на Динамо, да. Муж любит бегать, на велике катаемся здесь, на великах. И вот едешь, а кругом мусор. И, конечно, может быть, волей-неволей сами, как вот, как, для чего вообще, почему люди мусорят. Еще. Это уже... О, клад! Такую масштабную уборку в лесу Демид устроил впервые. Но чтобы убрать все, придется возвращаться сюда снова и снова. Из всего, что здесь есть, это маловато. А если весь лес собрать, то тут, блин, грузовик мешков. Дарья Демиллер, Алексей Фризин, День с толком. К новостям из мира культуры. Театральный фестиваль «Здравствуйте, люди!» по произведениям Василия Шукшина завершился, но шукшинские дни в Барнауле продолжаются. В творческом пространстве арт-спичка прошел спектакль «Пять рассказов в Шукшина». Его представил актер из Санкт-Петербурга. Ну, поехали! Актер Владимир Борисов занялся рассказами Шукшина во время отчаянной безработицы много лет назад. В сростках прочитал их со сцены Дома культуры. Волки, как помирал старик, жена мужа в Париж провожала. По реакции зрителей понял, публике это нужно. И уже 16 лет выступает с моноспектаклем по всей стране. Причем наибольшим успехом постановка пользуется в его родном Санкт-Петербурге. На уровне основной подвал бродячей собаки, где я в основном читаю это, это коммерческая площадка, негосударственная. Люди сюда приходят вообще выпить, закусить вообще говоря. И поначалу вообще сильно удивлялся. Ну как, достойно удивления в самом деле. Место это такое вроде бы неподходящее для таких, ну, трагических в том числе рассказов. Понимаете, как помирал старик, хорошенькое дело. Читать это дело, ну, практически в ресторане. И много приходят, а первые 10 лет вообще всегда был аншлаг. За эти годы спектакль завоевал премии «Золотой Витязь» и «Монокль». А количество постановок так велико, что сам актер сбился со счета. В чем секрет успеха, он сам признается не знает до конца. Возможно в том, что не старается юморить, а читает Шукшина серьезно и при этом без пафоса. В Барнауле Борисов представит пять рассказов трижды. Те, кто пока не успел сходить, могут еще оценить это особое прочтение шукшинских произведений. Завтра спектакль будет представлен в Гмилике, а 3 октября вновь в арт-спичке. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.